КСК КФУ «Уникс» собрал в своих стенах авторитетные лица большинства динамично развивающихся предприятий. Какие идеи способны предрешить будущее российской экономики? И какие проекты заинтересовали президента республики Татарстана лично? Ответы на эти и многие другие вопросы уже знает наш корреспондент Аделя Шмилова. 9 февраля в КСК КФУ «Уникс» состоялась совместная итоговая коллегия Министерства экономики Татарстана и Министерства промышленности и торговли республики с участием президента Рустама Мениханова. Тема всех докладов затронула инновационное развитие предприятий как основу повышения конкурентоспособности экономики. В работе коллегии приняли участие министр экономики Татарстана, заместитель премьер-министра республики, глава Кукмарского муниципального района, заместитель генерального директора ПАО КАМАЗ и многие другие. Стоит отметить, что площадка Казанского федерального университета была выбрана не случайно, ведь именно университет является той самой сокровищницей знаний, где особенно динамично развивается кадровый потенциал. Могу сказать, вот даже сегодняшняя выставка, то, что сделано Казанским федеральным университетом для поддержки бизнеса, для использования нашей площадки, высшей школы для развития бизнеса. Ну и те презентации, которые были организованными нашими предприятиями, импортоориентированные продукции, конечно же, это большой труд. Само мероприятие началось со знакомительного обхода в стенах культурно-спортивного комплекса. Представители различных институтов КФУ продемонстрировали участникам мероприятия важнейшие проекты и разработки, миссия которых заключена в том, чтобы улучшить ситуацию экономического рынка республики. Стоит отметить, что представленные проекты далеко не единственные, над которыми ежедневно идет кропотливая работа. Также КФУ принимает активное участие в развитии КАМского инновационного территориально-производственного кластера «ИНАКАМ». В число его кластерных проектов вошло создание инжинирингового центра в области создания гибких производственных систем механообработки и прототипирования. В прошлом году правительством Российской Федерации утверждена концепция создания центра «ИНАКАМ», который признан точкой роста экономики не только республики Татарстана, но и России в целом. В первую очередь, проекты направлены на снижение инфраструктурных ограничений, которые связаны с модернизацией наших предприятий. Министр экономики Татарстана отметил, что «ИНАКАМ» сегодня – это современные нефтехимические и нефтеперерабатывающие предприятия, которые известны как на российском, так и на мировом рынках. Научно-образовательный комплекс представлен Казанским федеральным университетом и двумя национальными исследовательскими вузами. Старейший вуз России обеспечивает предприятие квалифицированными кадрами и передовыми инновационными разработками в области химии и нефтехимии, а также машиностроения. Сегодня во многом успешность реализации проекта «ИНАКАМ» зависит от предметной работы наших отраслевых министерств с федеральными органами власти. Реализацию центра «ИНАКАМ» способствует созданной в прошлом году решением также правительства России территории, опережающей развитие в городе Набежной Челны. А далее в течение мероприятия было озвучено множество докладов и представлены любопытные прогнозы. После детального обсуждения каждого встреча была завершена на весьма положительной ноте. Президент Республики Татарстана Рустам Миниханов наградил почетными медалями тех, кто внес значительный вклад в развитие экономики за прошедший 2016 год и поставил новую задачу – реализовать самые громкие планы по достижению новых побед. Аделя Шамилова, Ленар Тавлетьяров, Роман Самарин, Универ Ньюс.